Ребята, привет вам из солнечной Калифорнии. Еще одна популярная работа среди мигрантов, которые только приехали, наряду с мувингом, это доставка еды. Знание языка минимальное, буквально несколько фраз. Эта работа очень похожа на такси. Кто работал в такси в России, тот знает то же приложение. Также получаете заказ, едете, берете пакет с едой и привозите. Как такси, только вы не возите людей, а возите еду, что гораздо проще. Не надо разговаривать, не надо общаться, слушаешь музыку какую хочешь, едешь так, как тебе нравится. В общем, одни плюсы. Реально очень удобно именно для тех, кто вот только что приехал. В России и особенно в Москве и Санкт-Петербурге тоже очень развита доставка. И для работы курьером и водителем в Яндекс.Такси я вам хочу порекомендовать самого надежного и выгодного партнера Expert Park. Работать курьером можно пешком на самокате, на велосипеде, на общественном транспорте или на авто. А зарегистрироваться можно онлайн в WhatsApp, Telegram, Viber или прямо на сайте Expert Park. Комиссия парка всего 50 рублей в сутки. Деньги они выводят вам на карту каждый день без комиссии. Также есть моментальные выплаты с небольшой комиссии. Expert Park работает по всей России уже более семи лет. Курьеры могут пройти небольшое обучение у них в офисе и получить плюс два балла приоритета к распределению заказов. Офис в Москве находится на метро Лубянка, офис в Санкт-Петербурге находится у Ладожского вокзала. Все официальные контакты Expert Park прямо под видео. Остерегайтесь мошенников. Работаем мы сегодня по территории Глиндейла. И вот здесь вот вторая половинка это Игл-Рок. Две это пригород Лос-Анджелеса. Тут вот смотрите очень удобно в приложении. Можно по разным районам работать. Лос-Анджелес он огромный. Вот Глиндейл и Игл-Рок это ну такие две деревни, поселки городского типа. Даже нет. Больше деревни одноэтажные, двухэтажные домики. В этом пригороде мы сегодня будем работать. За 3.30 сегодня поработаем первую половину дня и потом еще выйдем вечером. Да, это у нас все есть. Все, на линии ждем первый заказ. Обычно я прямо из дома, но это вечером выхожу, потому что вечером много заказов. Сейчас вот немножко отъехал от дома и вот он предлагает, видите, как удобно. Есть горячие точки для кафешки. Он показывает ближайшую, едешь к ней и возле кафе ждешь, когда упадет заказ. ГЛС Майбах. Блин, просто пушка. Я помню в Москве были разговоры о том, что Вилли хочет вводить новый тариф вот типа Майбах и тариф вот Майбах и ГЛС. Прям как отдельный тариф его вывезти. Не знаю, как там получилось. Сейчас нет это в Москве, но тут они просто катаются, покупают для семьи. Навигация такая же, как и в Яндекс.Такси. Нажимаешь, куда тебе нужно ехать, он тебя перекидывает в гугл-карты. 8 минут до этого кафе. Погнали. Так, у меня упал заказ. Дают на него, видите, там 40 секунд или почти минуту. Подумать, надо ли или не надо. Заказ поведет меня в Бурбанг. Это соседний район. Я бы не хотел туда ехать, чтобы потом возвращаться пустым. Вот, поэтому этот заказ я пропущу. Очередной заказ в Бурбанг. Ну, окей, его я возьму, потому что недалеко уезжать. Дирекшн. Экзин. Три минутки ехать до кафе. Можно не торопиться. Обычно отдают, ну, там минут 5 еще стоишь, ждешь возле кафе. Так что это такая работа еще, ну, немножечко на лайте можно. Не торопясь все делать. Заказ у нас, кафешка, находится в торговом центре. Мы прибыли. 7 айтемсов. Нужно обязательно проверять. Бывает такое, схватишь пакет, а там не все еще положили. Не было что-то потом в конфликтных ситуации. Ну, все понятно. Ему лет, ну, понятное дело больше, чем мне. Раз в несколько. Но он ездит, черт возьми, он ездит. Офигенно. Крутая тачка. Не знаю, стоит она, наверное, тоже очень дорого. О, она еще на ручке. В Америке на ручке машины вообще невозможно найти на ручной коробке. А этот на ручной? Все давно везде автоматы. Пушка. Просто пушка. Обязательно всегда беру с собой масочку. Смотрите, у меня какая модная с Вегаса еще, с отеля Сизер Палас. Дезель Палас по-русски. Вот. Она на уши не так давит. Ее вообще не существующий на лице. Поэтому на работе очень удобная штука. Идем забирать заказ. Вот у нас Шоу Кин кафе. Ну, все, как обычно, заказ еще не готов. Все майтмсов делаются не быстро. Поэтому придется подождать какие-то уже доставщики. Мои коллеги. Как вы видите, да, и бабушки, и дедушки все работают на доставке. Работа реально универсальная. Не тяжелая, поэтому кто угодно может выйти и на подработку. Вот здесь вот у нас левая линия просто заказывают, кто сейчас хочет поесть. Правая линия, там специальная стойка для того, чтобы забрать заказ. О, да, мы просто заказываем его. Спасибо. Здравствуйте. Показывай. Хорошо. Друзья, я увидел ордер. Пожалуйста, поднимите телефон в 7 отеля. Поварь. Поварь, пожалуйста. Поварь. 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 Спасибо. Два. 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 Раньше, когда я только начинал работать здесь, я всегда говорил, когда приходил за заказом, I have order for Jack or John. Часто бывает такое, что очередь из коллег забрать заказы. И я начал слушать, что они говорят. Никто не говорит I have order. Хотя как бы это, ну, логично. У меня есть заказ. Они говорят pick up for. Вот. И в этом очень интересное изучение английского. То, что много слов, которые мы привыкли переводить. В школе кого-то учили. И вообще они логичные, что их так переводят. Здесь так не говорят. Ну и, конечно, в общепитах работают в основном азиаты, очень много мексиканцев. И даже когда говорят, типа, ну, если вы будете говорить там так, вас американцы поймут. Окей, американцы поймут носители языка. Но так как большинство такие же мигранты работают и знают они язык, ну, понятное дело, лучше, чем я. Но они не знают всех слов. И для них непривычно, что я так говорю. И они меня просто не понимают. У нас даже была смешная ситуация у Лехи в одном кафе. Кладем наш заказ вниз, потому что тут он точно не улетит. И тут у нас напиток. Его лучше в стаканник положить. Заказ принят. 12 минут ехать. Погнали. Так как везде работают иностранцы, и каждый понимает английский по-своему, у Лехи постоянно проблема заказать кофе где-нибудь в фаст-фуде. Он подходит, говорит кофе. Его не понимают. Что? Кофе. Excuse me, what? Кофе. Кафе. А, кофе. Вот у них О и А как-то вот совмещаются, и звук получается что-то между О и между А. И не знаешь, как правильно говорить. Leave it at the door. То есть, ну, бросьте возле двери и все. Это самые любимые заказы, не надо ничего выдумывать. Окей, пойдем. Везем пакет. У нас еще напиток был. В американских домах практически везде на бордюре написано номер дома. То есть, если ты не видишь, что на доме, то видно это на бордюре. Обычный американский дом. Просто поставим возле двери. Вот так. Закрываем заказ. Делаем фото. Я делаю обычно с номером дома. Обычно на дверях дублируется. Но не сегодня. Use photo. Complete delivery. Что-то с интернетом. Угу. Конфирм. Готово. 10 долларов и 75 центов. 6,47. Это тариф. И 4 бакса чаевых. Гарит. Вот и вся работа доставщика. Приехал в кафе, взял пакет с едой. Приехал к дому. Дом найти мега легко. Положил возле порога. Либо позвонил, отдал в руки. Ну что, мы погнали делать следующие заказы. У нас сейчас два варианта. Смотрите, мы вот здесь. А вот наша зона рабочая, которую мы зарегистрировали. Мы можем выйти, перерегистрироваться в бурбанке, работать здесь. Но я хочу работать на своей территории, потому что я тут работаю уже давно. Я тут знаю все кафешки, все места. Возле дома работать удобно, потому что всегда можно уехать домой в любое время близко. Короче, я возвращаюсь в Глендл. Сказать по правде, такие заказы в соседний район, в соседнюю деревню, они не частые. И от них можно отказываться. Я этот взял, потому что он был близко. Почему бы нет? 10 долларов сразу. Получил почти 11. В основном вся работа идет в своем районе, в котором вы зарегистрировались и в котором вы обычно работаете. Здесь парковка даже, смотрите, специальная. Чисто для этой кафешки, не для почты. Иначе эвакуируют. Как они, правда, узнают, куда я приехал? На почту или не на почту? Это, конечно, большой вопрос. На самом деле, если быть честным, то Глендейл – это все-таки не деревня, это небольшой такой городок, у которого есть свой даунтаун и есть свой торговый центр. Блин, смотрите, какая красота. Прямо у подожжей горы расположен район. Офигенно. Классное место – это Глендейл. Да и вообще, Лос-Анджелес такой весь вокруг, в таких горах высоких. Декольные дома. Тоже оставить в воду двери. Фото. Фото сделали. Видите, одна палочка – интернет слабый. Готово. 8,25. Чаевых – ноль. Так вот. Такие заказы тоже бывают. Удобно. Своя парковочка есть. 6,50 – это, ну, может быть, пару баксов там чаевых будет в этом заказе. Вот. Меньше пяти я не беру обычно. Ну, один item – все. Одна пицца, наверное, какая-нибудь. Пойдем забирать. Пицца в машине вкусно запахла, а мне нельзя. Ехать нам 6 минут, 4 мили, совсем рядом. Так, Кристиан просит у нас отдать ему в руки. Hand it to customer. Окей. Наш Кристиан живет вот в этом комплексе. Вот. Парковки возле него. Там на разворот надо ехать. В общем, я на центральную линию оставил. Так можно. Удобная эта штука в Америке – центральная линия на дороге. Можно тачку оставлять временно. Понятное дело, надолго. Готово. Два доллара чая, как я и предполагал. Отлично, отлично горит. Рядом уже горит точка с кафешками. Вот он заказ за 3,5 доллара, который я точно не возьму. 6,25. Это близко. Возьмем. Кафешка у нас находится на фудкорте торгового центра внутри. Тоже есть своя стоечка для пикапа. Так, заказ забрал. И сейчас, пока буду идти к машине, расскажу, почему я не беру заказы меньше 5 долларов. Я считаю, что ни в коем случае нельзя работать за копейки. Нужно уметь ценить свой труд по возможности. По возможности за свою работу брать как можно больше денег получать. Ну, по возможности, опять же. Вот у меня, я думаю, в любой работе есть такая возможность. У меня, например, как это выглядит. Заказ за 3,5 доллара падает, я его не беру. Через 2 минуты падает другой такой же короткий заказ за 6 с копейками. Подожди минуту-две, и будет заказ больше. Ни в коем случае не работайте за копейки. Цените свой труд, цените себя. Так, Владимир пишет, оставь возле двери, я встречу тебя снаружи. Ну, конечно, потому что это комплекс. Я знаю, в каком юните именно живет наш парень. Горячие точки, они часто меняются, обновляется программа. Окей, тогда я еду отсюда на другую горячую. А то так весь день просидеть можно, чего не заработаешь. Вот человек заказал просто стаканчик холодного напитка. Какого-то типа молочный коктейль или смузик, не знаю. Просто стаканчик напитка. И заплатит он за напиток 6 долларов 60 центов и за доставку 6 долларов 25. Едем прямо на ту гору. У подножия горы живет наш клиент. Там, видите, вдали ворота, это вход в парк. Я в этом парке частенько бываю и показываю себя в сторис и в инстаграм. Если на инстаграм не подписаны, подпишитесь. Мы приехали. Так, давайте. Так, у нас написано, что оставить возле двери. И тут иногда бывают инструкции, знаете, там типа розовый дом, розовая дверь, белый забор. Пожалуйста, не звоните в звонок. Просто спросите еду. Я получу уведомление. Спасибо. И вот он еще раз пишет. Пожалуйста, не звоните в звонок. Знаете, так делают, когда дети дома спятые или что-то такое. Но, походу, были упертые ребята. Все равно звонили. Поэтому он даже два раза написал не звонить в звонок. Пойдемте к нему в гости. Через один дом буквально заказы, где написано, оставьте просто возле двери. Мои самые любимые заказы. Это очень просто. Подъехал, поставил, споткал. И свободен. По газону в Америке ходить можно. Ценности никакой не представляет. Просто трава в тенек поставлю. А то он со льдом нагреется, пока он выйдет. Все. Фото всегда с номером дома стараюсь сделать, чтобы потом не возникло вопросов. Никто не писал, что я ничего не доставил. Так, готово. 6.25, чай 0. Отлично. Вот, смотрите, какой заказ за 8.75 в Пасадену. В Пасадену это очень далеко. Заказы должны стоить минимум 15 долларов. Что мы делаем? Ну, конечно, мы не берем такой заказ. Ценим свое время, ценим свой труд. А пока заезжали на парковку, второй заказ пришел. Ничего брать, не брать. Но этот за 8 еще можно взять. Это не в Пасадену. Тут ехать недалеко. А в Пасадену. Ничего не надо. В Пасадену. Пасадену. В Пасадену. Пасадену. В Казадену. Здесь он не был. Здесь он не был. Пасаден. Меня забросило на Иглрок, это соседняя деревня, от Глендала, только в приложении. Это как бы одна рабочая эрея, одна зона рабочая. Вот, тут вот такая холмистая местность, и все дома расположены на холмах, вот так многоуровневые. Привез заказ, надо было идти отдавать. Заказчик уже стоял на улице, забрала заказ, и сразу прилетел второй на Иглроке. Ну, по моему опыту, чаще, чаще заказы прилетают, чем в Глендале. В Америке заказывают не только с кафе-ресторанов, которые в торговых центрах, или просто отдельные здания, но даже вот с таких вот фуд-траков, ресторан на колесах, представляете? Четыре такоса разных, надо забрать. Hello! Hi, how are you? Pick up for Blair. This is Alex. Thank you, have a good one. Итак, мы начали в 11.30 время, так, 3.30, 4 часа ровно поработали, достаточно, заработали 54 доллара почти. Маловато, конечно же, обычно получается заработать 70-80 за это время. Ну, вот такое, какое-то сегодня тухлое утро. Кстати, мы строим новый комплекс. Тухловатое утро. Вот, ну что, какие-то не бывают в такси. Сами знаете, то же самое, день на день не приходится. На обеденный перерыв я еду домой, потому что работаю в том районе, в котором, собственно, и живу. И все тут близко, все удобно. Жена тоже едет домой с работы, заодно у нее сейчас дома спросим, кем она работает. Ну, я-то знаю, вы нет. Вот, возьмем мини-интервью. Я буду ехать домой, хочу поговорить об одной интересной вещи. Смотрите, ситуация следующая, что читаю ваши комментарии. Короче, когда я что-то начинаю говорить про Россию или сравнивать с Америкой, в общем, это не мое. И мне это не идет. Рафиз говорит то же самое. Леха, про Америку классно, интересно снимаешь. Смотрю с удовольствием. Как только ты начинаешь про Россию говорить, все, путь выключаю. Вообще неинтересно. Ну, получается, такое бывает, что не мой формат. Ты оставь это дело Жене Таранову. Вот он специалист, он нормально про это рассказывает. Бывает такое, я тоже не могу быть актером всех планов и какие-то жанры просто не мои. Раз такое дело и раз мой канал, в принципе, про мотивацию и про всякие полезные штуки, давайте поговорим о полезных вещах. Про визу. Смотрите, много комментариев о том, что невозможно сейчас прилететь в США. И я прихожу на работу и вижу, что какой-то парень сидит новый. И вот интересно то, что у нас на работе, ты не знаешь, русскоговорящий он или нерусскоговорящий. В общем, потихонечку, слово за слово, привет, привет. Выясняется, что он из России, он смотрел мой канал. И вот он неделю назад только прилетел. По поводу визы. Вы скажете, что у вас, например, нету визы, да, как быть. И сейчас ее, опять же, невозможно, вот это любимое слово, невозможно получить визу в США. Я делал в визовом центре на Арбате. На самом деле нет никакой привязки. Смотрите, визовый центр – это частная организация. Как любая частная организация, это либо ИП, либо ООО. И на вывеске может написано быть официальный визовый центр, государственный визовый центр, областной визовый центр, московский визовый центр. Это все не имеет, ровным счетом, никакого значения. Это просто обычная фирма, у которой есть доступ для бронирования вам дат и времени собеседования с офицером, с консулом американским. И все. Также визовый центр переводит все ваши документы для посольства, консульства. И также визовый центр может еще вам немножко подсказать, как сделать так, чтобы вам вероятность одобрения была выше. Никакой визовый центр не дает 100% гарантии одобрения визы. Он этим не занимается, решение принимает все равно США. Да, визовый центр может сделать вам запись, вы говорите, в России невозможно. Зачем Россия? Даже без ковида, без проблем в отношениях России и США, я свою визу делал в Израиле. Большинство людей летает, делает не в России. Вы можете пройти собеседование с консулом в любой стране мира. Я делал визовый центр, который имеет здание офис. Многие делают знакомые визу через инстаграм, через онлайн визовые центры, которые берут значительно дешевле за свои услуги. Вы можете проходить собеседование в любом, в любой стране мира. Даже в доковидные времена, до в те времена, когда не было проблем там в взаимоотношениях Россия и США. Я делал визу в Израиле, в другой стране, не в России. И большинство моих знакомых, да практически все мои знакомые, и вообще большинство людей делают визу не в России. Почему? Потому что в России очереди на полгода вперед, все раскуплено, и это невозможно. И не привязывайтесь к этому тоже. Пройти собеседование можно в посольстве в любой стране мира, где есть американское посольство. Абсолютно. Если вы не говорите по-английски, как и я, соответственно, вам нужен русскоговорящий офицер. Круг этих стран сужается, но, тем не менее, их тоже достаточно стран, где есть русскоговорящие офицеры. Сейчас делают через Казахстан, но там, говорят, опять проблема. Больше стало отказов, как бы тоже не вариант. Летите в другую страну. Если вас не пускают, в другую нету полетов, не может быть, они есть, но Казахстан допускают. Раз туда летают, можете долететь в Казахстан. И оттуда полететь в другую страну, где более высокий процент одобрения американских виз для граждан России. Если вы скажете, что это все заморочено и все это сложно, не ищите причину, почему не получится. Ищите возможность. Создавайте возможность, если ее нет. Все остальное просто отговорки. И вы просто на самом деле не хотите. Признайтесь уже себе, что как бы, да, прикольно в США, может быть, и поехал бы, но на самом деле я не хочу. Вот и все. Кто ищет, тот всегда найдет. Что ты по нему делала? Чем заниматься здесь? Ну, я в одно время отучилась на мастера маникюра. Здесь за это очень хорошо платят. Маникюр с покрытием там в среднем стоит 60-80 долларов. В сессии обучения случилось то, чего я не ожидала. У меня появилась аллергия. Этот гель-лак на самом покрытии. И в связи с чем, закончив обучение, я приняла решение, что все-таки я не могу этим заниматься. Восьмая группа, да, из всех девчонок, у нас было там человек 6-7, и еще одной появилась аллергия. Она тоже как бы прекратила эту деятельность, какое-то время поработала, и все. В итоге, когда ты поняла, что вакансия мастер по маникюру отпадает, это не твое, что ты пробовала здесь, в Америке? Вариантов много. Один из них я попробовала. Меня девочка пригласила поработать в клининге. Это уборка домов, квартир, занятие. Ну, в принципе, несложное. Но, придя на этот объект, я немножко была шарашена, потому что там просто целый месяц не убирались. Отплое-то посуды. То есть вся раковина была посудой забита. Мухи летали. В общем, я постояла 5 минут немножко в шоке. Меня чуть не стошнило. И, ну, с нами был владелец этого бизнеса. И я спросила, у вас очень часто такие клиенты. Поэтому в основном такие клиенты, и это не самый страшный. Даже страх? Да, и в основном, говорят, да, примерно раз в месяц заказывают уборку, ну, американские семьи. И, ну, что за месяц происходит, то, соответственно, клининговая служба и убирает, и разгребает. В общем, клининг – это не твое? Нет. Не хотим сказать, что клининг – это работа для каких-то таких людей, которые готовы там что-то неприятное делать. Нет, просто клининг – это такая же работа, просто есть, ну, физиологические факторы. Вот есть многие люди, которые, например, при виде крови их тошнит, или они падают в обморок. Вот и все. А так это обычная работа, не зазорная, не плохая, не нормальная. Да, девочек много работают, и мальчики работают в этой сфере. Вот кто-то доходит до организации своего бизнеса здесь, набирает маленькую команду, заключает договор там с офисами, с клиентами, собственно, работают. Было принято решение учиться на права. В альбинскую сфере? Да. Да. И в итоге что? В итоге я пошла, в принципе, как и многие здесь, в доставку, доставка продуктов из ресторанов, ну, то есть готовые блюда. Вот работа у меня сложная и, в принципе, как бы даже с таким уровнем языка, как у меня, работать можно. Понятно. На сколько получается у тебя в средний день зарабатывать? Ну, в среднем, где-то, наверное, долларов 130-150. Ну, примерно как на Моинге, когда ты приходишь туда, но только хелпер, ставка у тебя небольшая, примерно 150 выходит. Ну, и, как бы, все, да, там, зависит от часов работы. Я работаю в среднем, там, 6, максимум 8 часов. А, ну, в принципе, получается, если на доставке буду работать 10 часов, то, наверное, как раз в 170 в среднем получается цифра. Да, да, конечно. Но я так понимаю, что это не последняя твоя работа, не навсегда, какие-то проекты, что-то ты еще думаешь, к чему-то готовишься, к другому. Ну, конечно, это временная работа, я думаю, как у многих приезжих, да, в Америке. Вот, а рассматриваю другие варианты. В общем, я в процессе, в поиске, и пока на данный момент доставка неплохая работа. Супер, спасибо. Жара потихоньку спадает, время уже 5 часов вечера. Где-то через полчасика можно выходить в вечернюю смену, еще покатать какое-то время. Вечером катать, кстати, приятнее гораздо, потому что не жарко в машине, прям прохладненько, супер. И поработать. Я уже это записывать не буду, потому что цель сегодняшнего видео было показать вам, что такое доставка, чтобы вы понимали, как это работает. Поэтому мы в следующем ролике съездим в Сан-Франциско, и после Сан-Франциско можем сделать полноценную смену, записать всю. Сколько в среднем зарабатывает, мы сказали. Не забывайте подписаться, комментарии, лайк, все эти дела. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok